Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа «Хочу домой». Программа о бездомных и брошенных животных. Итак, лето прошло. Было оно как никогда жарким и напряженным по количеству хороших событий. Мы вступаем в фазу пока календарной золотой осени. Будет ли она золотая, конечно, время покажет. Так или иначе, мы же продолжаем работать, встречаться, снимать, пристраивать собак и кошек к новым владельцам. И, как всегда, обсуждаем насущные вопросы по теме брошенных, бездомных и бродячих животных. Обсуждаем за пределами телекомпании и в нашей студии с гостями. Итак, сегодня два гостя. Залозащитник, я бы назвал ее экспертом, потому что владеет огромной информацией, причем в цифрах и фактах, о бездомных животных Ульяна Самсонова и председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты городского округа Самара Светлана Ильина. Добрый день. Добрый день. Предлагаю обсудить сегодня и считаю очень важную тему – дети и собаки. А точнее, поведение детей при виде бродячих собак и кошек. Знают ли они правила или хотя бы ту информацию или инструкции, в которых нужно придерживаться при виде собак? Ладно, пожалуйста. Вы знаете, я так думаю, что дети, как правило, действуют чисто интуитивно, потому что специальных курсов в школах нет. Может, конечно, такая информация доводиться в рамках такого предмета, как ОБЖ, который есть в каждой школе, но для этого следует, наверное, обучать учителей, чтобы они могли преподать, как правильно себя вести в той или иной ситуации. На самом деле этот вопрос с бродячими собаками и детьми, он очень актуален. Вот, Ирина, и раньше такого не было. Не было. Да, количество. И сейчас, Ирина, назрел этот вопрос, чтобы учителя тоже как-то давали вот эту информацию, а как же вести себя? Вот, например, рядом с гимназией на Хлебной площади проживает стая собак, их там 20 особей, и поступали неоднократные жалобы и от родителей, и от детей, что просто-напросто дети боятся идти в школу. И из этих 20 есть одна собака, которая агрессивная, которая уже неоднократно кусала и детей, и родителей, и учителей. Поэтому, конечно, мы обеспокоены данной темой, и я очень рада, что сегодня я участвую в данной программе, потому что я надеюсь найти ответы на волнующие вопросы. А эти вопросы, я могу вас заверить, что беспокоят, ну, абсолютное большинство жителей Самары. Всех, конечно. У нас у всех есть дети, зоозащитники, не зоозащитники, какая разница? Ульяна, вам приходилось сталкиваться в таких общеобразовательных заведениях, в таких школах, где-то в вузах, то, что вы рассказываете про бродячих собак или о бродячих собаках? Нет, я лично не рассказывала. И вообще, в принципе, как с ними вести себя? Да, как себя вести? Ну, вот если честно, да, у меня два ребенка, они ходят в школу, и они не сталкивались, и я не сталкивалась с собаками, которые укражали прямо. Ну, конечно, понятно, что в нашей семье, к этому, может, мы не боимся, да, но как-то нам не повезло столкнуться с агрессивной стаей, да. Я знаю, что в нашей школе подкармливают собак. Не скажу уж, какой. На самом деле, да, действительно, я тоже подкармливаю собак, и мне жалко их, и когда я прохожу, и если действительно... А если эта собака добрая, и она смотрит тебе в глаза, конечно, я вот кусочек, если у меня есть, обязательно дал. И чем больше подкармливают разные люди, тем они более... Они не считают, что им надо охранять какую-то определенную. Там в Турции, в Креции мы видим приличные собаки, да, и как-то наши российские туристы тоже как-то... С детьми же там много, в Болгарии достаточно большое промежуток ОСВВ, и там... То есть собак, вот, есть даже такие, как бы, автоматы, да, положил денежку, высыпался корм, и ты покормил. И собака знает, что каждый, каждый друг и может покормить. Зачем она? Ну, то есть... И, конечно, ну, не должно быть так много собак на улице. У меня есть вопрос, Светлана, к вам. Мы можем прямо вот здесь и сейчас, как говорится, поговорили, и пойти сейчас в школу и провести там занятия. Вот что нужно для того, чтобы все-таки как-то сдвинуть этот вопрос и начать работать по нему? Ну, я думаю, что мы для того здесь и собираемся... Как зайти в школу? Не просто, чтобы пообсуждать, а для того, чтобы решать поставленные задачи. И для того, чтобы зайти в школу, конечно, просто так люди со стороны не могут зайти, потому что к детям имеют допуск только те, кто имеет педагогическое образование. Но сейчас существует, например, проект проектория, когда приглашается специалист в узкой области и ведет занятие педагог, но экспертом выступает как раз, например, кинолог. И если мы будем сейчас говорить о воспитательных мероприятиях, то это могут быть, например, классные часы. И в рамках классного часа можно такие мероприятия проводить. У нас не хватит столько кинологов, действительно, да. У меня есть решение. Вопрос, предложение я записываю. Это было мое предложение в рамках августовской педагогической конференции создать родительский университет, который бы предполагал за пять минут, чтобы эксперты учили и отвечали на какие-то самые злободневные вопросы, темы. Мы это все делаем под председательством учителей года. И мне кажется, если мы воспитываем детей, то вопрос о безопасности детей в контексте бродячих собак, он тоже многих волнует. И мы могли бы в рамках родительского университета, который проводится онлайн с трансляцией на YouTube, запустить такой проект на территории Самарской области. И он мог бы стать пилотным проектом. Знаете, великолепно. И я вас очень попрошу, давайте мы поучаствуем в этом проекте вместе. В том плане, что, наверное, действительно организуем конференцию именно по злободневной проблеме. И я предлагаю, или очень вас прошу, пригласите нас обязательно, чтобы мы поучаствовали уже напрямую и поснимали эту конференцию. Договорились. Ульяна, почему в то время мы говорим о Нижнем Новгороде, о Санкт-Петербурге? Ну, слушайте, у нас нельзя делать все то же самое у нас, здесь. Можно. Конечно, используя опыт Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, но, знаете, это все хорошо. Мы постоянно слишком приводим этот пример. Нет, мы приводим, что мы можем все оттуда взять. У нас тоже Российская Федерация, там часть законов каких-то там, например, мониторинг, да, там хорошо описан институт, по-моему, не помню, как называется. То есть есть прямо научная работа, готовые они их согласны выслать, да, то есть работа с заявками, работа с отловом, да, у них все готовое. То есть они говорят, приезжайте, мы даже департамент ветеринарии туда привозили на один день, это мало. Можно онлайн тоже семинары обучающие сделать, то есть все можно. Надо учиться у тех, у кого уже есть положительный опыт, да. Скажите, вот вы довольны тем состоянием, которое сейчас у нас происходит с отловом? Адмистрация все делает, все хорошо, вроде бы как, все, мы стараемся, все, но вот эти компании, вот эти приюты, и вообще, кроме этих приютов, еще кто-то занимается отловом? В Самаре, ну, у нас очень много, так же, наверное, как, у нас много жалоб на качество отлова, на качество терроризованной собаки, извините, заводят щенков, точно рожают щенков, да, отлавливаются домашние собаки, которых с трудом вынимаются в плохом состоянии из этого приюта, не отлавливаются агрессивные вообще-то. Я вот особо не видел домашних собак в отлове. Ну, мы видели, да, у нас есть заявление от владельцев, часть пошла в прокуратуру, то есть у нас официальные опрощения достаточно много, да. Ну, вот мы пытаемся, там, с помощью депутата Конституции мы пытались ответ получить, получили две отписки, но из них следовало, что материалы все, да, вот по отлову, они остаются у исполнителя, и получить их пока очень мало, очень трудно вообще, да. И сейчас есть такое предложение от департамента ветеринарии, чтобы в одном, ну, в субъект, ну, исполнительной власти областной, в департаменте ветеринарии все материалы по отловленным собакам хранились, да, тогда их получить, гораздо проверить, гораздо проще, да. То есть, ну, и тогда мы хотя бы можем увидеть, действительно он есть или нет, да, вот мы ждем, когда этот законопроект будет принят на уровне. Отлично, отлично, спасибо. Ну, а у меня сейчас есть предложение посмотреть этот сюжет, сюжет, который мы прям очень оперативно сняли, тем более здесь все-таки 1 сентября, и праздник, и День знаний, и так далее, и нам довольно сложно было это сделать, потому что все, все уходят на прогулки, и, естественно, здесь надо кого-то вылавливать было, вот. А знаете ли вы, как вести себя на составе бродячих собак, и что делать? Именно такой вопрос мы задавали студентам и школьникам. Давайте посмотрим. Одни жители часто сталкиваются с бродячими собаками, другие видят их редко, да и то лишь издалека. Самому приходилось видеть стаю бродячих собак, когда-нибудь? Ну, прямо близко нет. Может быть, приезжая на машине видел. В вашем районе нет бродячих собак? Честно, не видел. Большинство бродячих собак, обитающих в городской среде, более социализированные, чем стаи, живущие на окраинах городов. А значит, первая группа из числа городских в остаток по большей степени не обращает внимания на людей. Но если только человек не идет со своей собакой на прогулку. Другие собаки часто проявляют агрессию. У нас в районе стройка, там собак подкармливают, поэтому много. Целыми стаями ходят, 4-5 штук. Вот они иногда кидываются на моего пса, но, в общем, дальше лая это никогда не заходит. Чего не скажешь о мохнатых бродягах, дислоцирующихся на окраинах городов. Приходилось вообще сталкиваться с стаями бродячих собак? Да, к сожалению, в Куршевском районе их довольно-таки много. Вот я как проживающая могу это точно сказать. Далеко не все жители могут спокойно пройти мимо кампании бродячих псов. И неважно, взрослый этот человек или молодой житель города. Приходилось сталкиваться с бродячими собаками? Да, в последнее время я замечаю, что на улицах очень много бродячих собак. Некоторые из них чипированные, то есть я могу понять, что проводилась вакцинация собак. Они не такие опасные, но бывают и собаки не чипированные. И я достаточно переживаю, когда прохожу мимо них. Часто возникает вопрос, а многие ли жители знают, как вести себя, если навстречу бежит стая бездомных собак, как не попасть в собачью перепалку и в случае их агрессии правильно выйти из этой потасовки победителем? Если большинство взрослых как-то где-то слышали о своих действиях в противостоянии с дворнягами, то что об этом знают школьники? Наличие спасительных спецсредств или какие делать движения или манипуляции, чтобы не попасть на зубок дикой стаи? Ну, знаю, что есть такие приборы специальные, отпугиватели на звуковых волнах настроенные. Вот такое у меня есть, и поэтому это единственный способ, который я знаю. Ну, а такой в смысле у тебя лично есть уже, да? Ну, да, да. А носишь с собой? Ну, сейчас нет. А так, в основном, когда гуляю, то да. Часто не говорят взрослые о правилах поведения в таких случаях. Кому-то да, кому-то нет. А может, и говорили, но как всегда молодежь не всегда обращает на это внимание. Говорить никто не говорил, но чисто логически, в первую очередь, нельзя проявлять к ним какой-либо агрессии, пока они этого не сделают, чтобы не спровоцировать. Бежать бесполезно, от собак не убежишь, они быстрее. То есть, какая-то, не знаю, без особых средств самообороны ты со стаей не совладаешь, а вне стаи собаки на человека не нападут, они понимают, что слабее. Родители тебя знакомили с правилом поведения, когда ты встречаешься с бродячими собаками? Ну, я думаю, просто проходить мимо. И все? То есть они не говорили тебе ничего? Ну, четких инструкций не давали. Как показывает опрос, практически все родители хоть раз в жизни говорят своим детям о действиях при встрече со стаями дворняк, но не так детально. Ведь все-таки большинство из родителей сами никогда не попадали в такую ситуацию. Может, тогда поговорить об этом в школах, на специальных уроках со специалистами-кинологами? Какая-то информация у вас есть в школе или там родители? Откуда вы узнаете, что именно так надо себя вести? Ну, наверное, в каждых школах, в детских садах говорят о том, что собак и бродячих нужно опасаться, потому что, ну, они могут быть заражены чем-то. Но, наверное, это больше рассказывают родители нам, так как они переживают за своих детей. Ну, также учителя тоже этим занимаются. Светлана, вы, насколько вы знаете или владеете информацией, знают ли ваши ученики в вашей гимназии, как вести себя с бродячими собаками? Я думаю, что это наша зона роста, потому что мы сейчас должны, я думаю, что совместно с вами, детей научить. Поскольку раз появилась проблема, нужно ее перевести в разряд задач и просто-напросто научить наших детей, как с этим жить и как решать. Параллельно решая, конечно, те вопросы, которые волнуют об уменьшении где-то популяции, да, об отлове именно агрессивных особей. Да, да, да. И я знаю, что буквально неделю назад губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров озвучил, что он готов рассмотреть возможность строительства большого приюта для бродячих бездомных собак. Он к этому сейчас пытается привлечь бизнес для того, чтобы были определенные инвестиции, да. И я четко знаю, что, например, у нас руководитель флагмана ВЕТа Инна Тарасенко, она уже просчитала, сколько требуется средств. И я, если честно, верю в светлое будущее. И если мы говорим про международные стандарты, где на самом деле так остро проблема не стоит, то помимо того, что там, например, существуют кормушки, где всех животных кормят, подкармливают, и так же, как у нас есть контейнерные площадки, так же есть специальные зоны, куда приезжает служба, да, которая водичку наливает и корм, туда же могут жители приходить каким-то образом подкармливать. У нас на данный момент нет такого. А мы знаем, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей, потому что вот у нас была 40-градусная жара все лето, где им взять воды, когда дождей не было совершенно? Где им взять еду? Вот хорошо, что есть добросердечные жители, которые подкармливают. А так, если их нет, то им откуда взять? Поэтому, конечно, они объединяются в стае, им просто-напросто деваться некуда. И если бы были приюты, а если бы мы еще объединили какие-то социальные программы, ну, например, у нас есть приюты для детей, приюты для пожилых людей, которым тоже нужна любовь, ласка, внимание. Мы знаем, что животные, они любят просто так. И каждому человеку важно о ком-то заботиться. И вот если бы вот эти проекты каким-то образом интегрировать, чтобы дети, лишенные родительской любви, могли получать ее от тех самых вот животных. Если пожилые люди... Там же тоже есть ограничения, то есть мы не можем это делать вот так. Мы понимаем, но тем не менее, опять же, это зарубежный опыт. То есть находятся пути решения у нас пока, нам это кажется пока неприемлемым. Мы даже себе пока представить такого не можем. Нет, это очень приемлемо, но малопредставимо. Вот хорошо. Что нужно для того, чтобы действительно в обязательном порядке ввести вот такие занятия, о чем мы с вами говорили в начале эфира, в обязательном порядке, как социальная безопасность или безопасность детей перед стоями бродящих собак, да? Ну, я думаю, что если мы... Закон нужен или мы все-таки можем выйти с инициативы в Министерство образования и сказать, мы готовы обучать учителей, если не детей, потому что, понятно, что у кинологов у многих нет педагогического образования, есть кинологическое, но не педагогическое. Мы можем проводить какие-то конференции. Мы можем проводить только с учителями или приглашать детей туда. Вы понимаете, одного кинолога на все школы не хватит. Ну, как я уже сказала, одним из решений является родительский университет. Точно так же распространение по детским чатам. У нас во всех школах существуют детские чаты. И если мы это с вами сделаем обучающие небольшие ролики, видеороликов, то это можно абсолютно распространять. Для этого согласование, например, с Министерством образования, да, нужно. Но если мы это будем делать через общественную палату, например, городского округа Самара, это наша общественная инициатива. Если мы будем делать через общественную организацию клуб «Учитель года», пожалуйста, вот оно, да, с учителями года, с экспертами. То есть эти ролики можно с настоящими собаками снять, да? То есть не надо их в школу везти. Представьте, показать. Все очень эффективно, потому что все наши дети – это цифровое поколение, которые с удовольствием… Я думаю, дети с удовольствием посмотрят такие ролики. Они любят животных, да, и их не надо будет даже заставлять. Вот насколько я представляю, вот ролик появится, и даже не надо будет там специально их как-то, да, заставлять. Ульяна, у вас есть собака, кстати? У меня была… А, у меня есть две собаки, которые я курирую, они живут в деревне, но я мало с ними общаюсь, к сожалению, да. Но это, как бы, я полностью за них отвечаю. Спасибо. Светлана, у вас. У нас целый член семьи, лабрадор Симона. И я хочу сказать, что у меня дочь Мария, которая является студенткой, она уже двух собак с улицы подобрала, и эти две собаки живут у нее сейчас дома. Ну что же, давайте посмотрим следующую нашу рубрику, рубрика о видеовизитке. Итак, время напомнить нашим зрителям, что у нас в программе есть информационный блог так называемых видеовизиток. Предлагаю посмотреть их. И просьба, если вам понравилась собака или кошка, пожалуйста, запоминайте название приюта. Это мы пишем в титрах, когда собаку представляют сотрудники приютов или волонтеры. Смотрим. Это Симбернар, или как еще называли эту породу былые времена, московская сторожевая. Симбернар плюша попал по незабидным обстоятельствам. Умер бывший хозяин, и его родственники не пожелали брать плюшу домой. Жил в частном доме с маленькой собачкой и с енотиком. Еноты маленькую собачку пристроили, а вот на плюху рук не нашлось пока. Так что ищем ему самые ответственные и любящие руки. Он хороший охранник, но со своими людьми, кого он знает, он очень добрый. К нам он сразу пошел. Поначалу посторонних плюша встречает с недоверием, оценивает человека и присматривается. Через день-два уже спокойно относится к нему и дает себя без проблем погладить. По характеру доброжелательный, правда, со своими сторонничами не со всеми может ладить. Нужно время для привыкания. Симбернару плюша 4 года. Он готов уйти из приюта к новым хозяевам. Больше хаски есть немного крови и беспородные собаки. Нашли недавно в районе Чапаевска. Видно, что долго скитался без еды и жилья. Был больным и с клещами. Этому псу около двух лет. По характеру спокойный. Новым людям относится нейтрально. Особых эмоций не проявляет. Лишь спустя время начинает ласкаться. Поэтому присмотритесь. Он будет красивым. Мы видели, какой он может быть красивый. Вот эти все болячки сживут. Кто всегда мечтал о хаске, но понимает, что это за порода, серьезно настроен. Мы ждем звонков. Широкая грудь, мощная голова, большая пасть. И кажется, что свирепая собака. Однако это только первые впечатления. И все совсем наоборот. Сотрудники приюта зовут его наш маленький большой ребенок. И кличку дали ему Бараш. Он очень добродушно настроен к людям. Всех чужих, незнакомых людей встречает отлично. Сразу прыгает, играет. Единственное, может немножко напугать этим своим напором. Он скачет, как маленькая лошадка. Барашу около трех лет он очень хочет домой. Новому и доброму владельцу. И готов уйти к нему прямо сейчас. Это пес по кличке Лучик. Безродного племени без числа и года рождения. Нашли его на дороге с битого машиной. Хорошо попался добрый человек, который отвез его в клинику. А после из клиники забрали в приют. Сейчас ему около года. И он ждет своего нового доброго хозяина. Он кастрирован. Полностью обработан от всех паразитов. Привит. То есть готовая к отдаче собака. Готовая уехать в семью. В частный дом тоже подойдет, как охранник. По характеру подвижный пес, но очень преданный людям. Неоднозначно относится к своим сородичам. В доме Лучик может быть хорошим охранником. Этот пес готов уйти из приюта к новому хозяину. Законопроект сейчас разрабатывается. Я так понимаю, что он вышел на обсуждение по поводу того, что об ответственном отношении к животным, и самое главное, о штрафах, которые будут присутствовать в каждом регионе. Да, и мы все надеемся, что их примут. Естественно, в каждом регионе свои эти штрафы будут. Как вы считаете, Светлана? Штрафы за самовыгул, за выкидывание животных. За то, что человек... Жестокое прощение. Я абсолютно поддерживаю данную инициативу, потому что, к сожалению, мы вынуждены сейчас констатировать факт, что люди иногда относятся к животным безответственно. Они не понимают, что на самом деле это жизнь. Жизнь существа. А вот как вы считаете, как вот эту информацию дать народу? Некоторые даже и телевизоры не смотрят, и даже не знают. Вот я захожу, там, и часто все говорят, а мы не знаем ничего. Как это делать? Через детей. Все дети ходят в школу. Красивые ролики. Социальные ролики. С собаками, да? Где вы даже просто рассказываете, как вы трассируете эту собаку. И видно, что вы ее любите, да? Вот я вот на вас смотрю, чувствуется, что вы любите собаку. Извините, вам тут сидеть гораздо приятнее, чем во многих студиях, да? И просто рассказывая, как вы выбираете, как со щенком надо ухаживать, да? Может, про котят тоже стоит, да? И это совершенно дети с удовольствием... Они даже историю или русские прогуляют. Да, давайте сначала вас послушаем. Вы знаете, наш менталитет работает таким образом, что пока нас не накажут, мы не начнем ничего делать. Это для взрослых уже надо. Мы про взрослых говорим. Вы вспомните, как люди ездили без ремней, не пристегиваясь. Как только стали штрафовать, в основном сейчас все, ну, многие садятся первым делом, пристегивают ремни, потому что штрафы не очень хочется платить. И поэтому, как только мы сможем видеть, что люди штрафуются как раз за безответственное отношение, да? Потому что нельзя брать существо, поиграть с ним и куда-то выкинуть. Так нельзя. То же самое касается выгула собак, да? Мы сейчас говорим о том, что среда должна быть комфортная визуально, да? Она должна быть красивая. При этом мы тоже видим, что не всегда ответственно хозяева относятся к выгулу собак. Они должны знать, почему нельзя, да? Не все соображают, что она потеряться может. Но вместе с тем я бы еще тоже хотела вот сейчас проблематизировать. Мы, если убираем за свои собаки, мы используем пластиковые пакеты, которые очень тяжело... То есть одна проблема, она плавно переходит в другую. Которые очень тяжело перерабатываются природой. И вот нужно, конечно, использовать какие-то биоразлагающиеся материалы для того, чтобы убирать за своей собачкой. Потому что с одной стороны мы начинаем выполнять одну сторону, с другой стороны мы наносим вред природе. А экологическому воспитанию мы в школе как раз уделяем тоже достаточное внимание. Потому что если мы сейчас не задумаемся об экологии нашей планеты, то будущее будет у нас достаточно грустным. У меня есть вопрос. В вашей гимназии были ли случаи покуса учеников? Да. Вот вы в курсе этих событий? Да. У нас есть одна агрессивная собака. Ее знают абсолютно все. И вы знаете, если собака один раз попробовала укусить, как правило, это имеет тенденцию повторяться. И у меня даже был такой эпизод, когда, находясь у себя в кабинете, я вдруг услышала крик девчонок. Выглянув из окна, я увидела, что две девочки, студентки педагогического колледжа, не могут пройти, потому что как раз эта собака преградила путь. Ну и то есть бросается. У меня были с собой щучьи котлетки и печеночные оладушки. И я решила выбежать, чтобы на вот эти котлетки ее отвлечь. Вот. Она, конечно, отвлеклась, девочки-то прошли, но я даже не успела досчитать до трех, как вся стая собак оказалась рядом со мной. И меня просто-напросто вырвали из рук эти пакеты. Нет, трогательная история так хорошо закончилась. И для собак, и для деревьев. Коротко, 15 секунд. Ильяна, вы знаете, как отбиваться от стая собак? Ну, вообще, обычно, я лично, да, как-то собака пытается напасть, я знаю. Да, у меня получается иногда. Коротко. Ладно, вы знаете, как отбиваться от стая собак. В одном из сюжетов мы, естественно, покажем это. Вы знаете, чисто интуитивно, конкретных знаний на данный момент у меня нет. У меня есть опыт, потому что меня кусала собака, да, дальше я тоже проходила, когда курс дрессировки со своей собакой, получила определенное знание, да, что может, что нельзя поворачиваться, отворачиваться от собаки, да, что нужно прямой взгляд, который, да, предотвращает. Но когда именно стая, мы же понимаем, что мы не можем держать в поле зрения абсолютно всех, и кто-то из них бывает, что заходит иззади. Все, спасибо большое. Итак, наша программа, к сожалению, заканчивается. Очень было интересно с вами разговаривать и очень информативно. И мы обязательно пригласим вас еще раз, потому что эта тема, и тем более решение вопросов по этой теме бездомных собак, так или иначе, быстро эти вопросы не решаются. Вы смотрели программу на телеканале Самура Агиз. Хочу домой, всего вам доброго и берегите братьев наших меньших. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.